Идти, например, к палатке и что-нибудь такое сделать, то люди в палатке, мягко говоря, могут испугаться. И не только. Это лишь один из сотен сувениров, которые Алексей Котельников привез из путешествий по миру. И как истинный путник он встречает день туризма в дороге. Из-за ковидных ограничений поездки в страны Евросоюза стали практически невозможны, поэтому в этот раз маршрут месячной экспедиции пролегает по Белоруссии. Братское государство – только одна из 182 стран, где уже успел побывать Алексей. Осталось самое, мягко говоря, самое не очень хорошее страны. Там нормальных-то реально мало. Остальные либо война идет вечная, то есть уже лет по 50 идет война, например, в Самаре и конца ее не видно. Либо очень удаленные территории, ну какой-нибудь там мелкий остров в Тихом океане, до которого не добраться нормально невозможно. Несмотря на колоссальный опыт, одна из самых ярких и трудных поездок, говорит путешественник, прошла в России. Тогда зимой под Абаканом группа не взяла с собой палатки, понадеявшись на охотничьи домики. Как итог – 25-часовой пеший переход, главная цель которого – не замерзнуть и выжить. За эти 25 часов и попали в лавину, она нас накрыла, и прыгали с высоты пятого этажа в глубокий сугроб, и в каньоне срывался я вниз, и топором мне голову разрубили, и все сзади. И под лед проваливались, и все за один день, за эти 25 часов. В другой раз жизнь оказалась под угрозой в Центральной Африканской Республике. Туристы попали под перестрелку воюющих сторон. Но мысли завязать с путешествиями не возникло даже после такого. Ведь приключения, говорит Алексей, дарят эмоции, которые запоминаются на всю жизнь. Поэтому и сейчас, в день туризма, он не остался дома. А в ближайших планах, после отмены локдаунов, посетить страны, где еще не успел побывать. Ведь их осталось всего 18. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Артем Гусельников, Александр Антропов. Продолжение следует...